В Красноярске Влад, 35 лет, разведен, люблю прогулки в горах, познакомлюсь с девушкой для совместных походов. Столичная мода докатилась до Красноярска, но есть у нас и своя специфика. Вот здесь у нас альбом, в котором есть фотографии всех счастливчиков, пристроенных отсюда. Это котики и кошечки, которые уже нашли свой дом с помощью кута-кафе. Известное в городе кафе уже год это заведение успешно учит общаться людей с котами и наоборот. А сейчас хозяйка кафе решила, пора осваивать новые горизонты. Я решила, почему бы не сделать такое хорошее дело, не начать людей знакомить друг с другом. Все-таки мы сейчас все больше как-то по гаджетам, по гаджетам общаемся. Реального общения как такового мало происходит. Поэтому я решила, что подхвачиваю вот такую модную сейчас волну, спидейтинг, то есть быстрые свидания. Собираются, знакомятся тут с другом. И на следующий день мы рассылаем контакты тех людей, которые симпатизированы друг другу. Орг-взнос 300 рублей на кофе и печеньки. Первые свидания устроили для 10 пар. Правда, отмечает Ирина, никаких фото и видео. Красноярцы не готовы признаваться, что знакомятся таким образом. Другое дело романтические поступки. Да, конечно, можем вам помочь сделать предложение. Это агентство специализируется на влюбленных. Менеджер Юля принимает звонки и оформляет заявки на красивые поступки по приз-куранту от 3000 рублей. Самый дорогой заказ был на 100 тысяч. Романтика нынче в цене. Рождественское сердце хоть и с трудом проходит в дверь, но если надо, и споет, и спляшет. На него сейчас особый сезонный спрос. Влюбленные предпочитают его, привычному Деду Морозу. Не жарко? Да, не, не жарко. Да, особенно на улице, там вообще ваши эмоции сплещут, плещут. На наш взгляд мы делаем такую социальную работу, то есть мы работаем для того, чтобы люди любили друг друга и сделали это чаще. Самый известный наш проект – это, конечно, свидание на крыше. И после него у нас есть романтическая служба доставки, поздравлений, извинений. Он что-то сделал, совершил какую-то ошибку и его выгнали из дома. И, соответственно, он обратился к нам, молодой человек, и мы помогли ему вернуться домой. Примирение обошлось заказчику в 3,5 тысячи рублей, открывая тайну Вадим. Специализация на романтике приносит стабильный доход. Мероприятия проводят чуть не каждый день. В продолжении проекта расскажу, сколько стоит знакомства с завидным женихом и как не стать жертвой брачных аферистов. Он, конечно, исчез именно с денежными средствами, которые необходимо было внести в качестве задаток. Смотрите в новой серии проекта. Татьяна Каминская, Сергей Раков, Александр Шевелев. 7 канал Новости 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова